Начал заниматься моушн-дизайном я с 15 лет. На данный момент мне 18 лет, и мой доход составляет от 2000 долларов в месяц. В 18 лет я закрыл 4 моушн-ролика для Xiaomi вместе с командой. У меня была большая страсть, и она появилась на самом деле не сразу с моушн-дизайном. Это все началось с видеосъемки. Я очень любил смотреть блогеров. Мне нравилось всегда, как они оформляют свои видео, как монтируют их. Я тоже хотел записывать свои видео, и в какой-то момент хотел стать популярным блогером. Ёпьян. Я из города Жлобин. И я просто снимал для себя видосы. Мы ходили по моему маленькому городу. Там априори нечего снимать, нечего фотографировать, но мы как-то находили какие-то заброшки, снимали их вместе с другом. Помнишь период NFT? Я делал пару NFT, выкладывал, но у меня продавалась одна картинка за 5000 долларов. Фотосторис. Была, по-моему, год назад. Да, была сторис такая. Сколько ты делал? Где я такой, типа, от радости плачу и рассказываю про... Ну, типа, передаю свои эмоции зрителям. Ну, я не назову это чем-то серьезным. Это скорее была случайность, которая помогла поменять многие вещи в моей жизни. Во-первых, переоценка стоимости своих работ. Во-вторых, я просто купил себе лучшую технику на эти деньги. И, ну, это как-то дало понять, что в диджитале есть будущее, и это изменит представление о нашей сфере в будущем. Сейчас я зарабатываю от 2000 долларов в месяц. Вот. Эта сумма варьируется в зависимости от количества проектов. От 300 долларов до 4 тысячи долларов. Да, да. Таких месяцев, где, там, типа, 300 баксов бывает, ну, таких не бывает месяцев. Вот. Например, месяц, точнее, полмесяца, когда мы делали Xiaomi, каждый из нас заработал по 3-4 тысячи долларов. В нашей команде есть арт-директор, это Егор, и два моушн-дизайнера, это я и Артем. Егор закрывает часть общения с клиентом и арт-дирекшн на проектах в Xiaomi. Я же с Артемом занимаемся наполнением сцен, светом и анимациями. Сейчас я работаю с командой над роликами для Xiaomi. В прошлом месяце мы закрыли 4 ролика для них, которые они использовали в таргетированной рекламе, а использовали у себя в Инстаграме, использовали на официальной презентации в Индии. Конечно, наблюдал за презентацией с экрана монитора своего компьютера, и вот в тот момент я испытал как раз-таки эйфорию. Ну, это счастье, это радость. Могу сказать, что это дало какой-то толчок нашей команде, потому что нужно было согласовывать это все с клиентами, а это достаточно серьезный клиент. До этого мы работали не с настолько крупными и официальными брендами, а здесь ты знаешь, что у этого бренда достаточно много других реклам, а тоже от топовых, например, студий. Как родители относятся к тому, что ты делаешь? Хорошо. Они никогда особо негативно не относились к этому. Я давно проявлял интерес к видео, они все это видели, и поэтому предоставили меня себе и моим интересам. Было ли у тебя такое подавление от родителей, что к тебе когда-то говорили, что ты чего-то не сможешь? Нет. Было лишь то, что когда я мечтал стать фотографом... Стыдно аж говорить. Очень. Мама мне говорила такую вещь, что профессии фотографов нету, и не занимайся ты херней. Но тут мама была права. То есть что-то мама дознала. Меня просто читала в тихориаде. Да-да-да-да. Некоторые люди боятся уезжать в города больше, из своих деревень, из своих бедных стран. Настолько ли это страшно, в 18 лет уезжать из своего города? Ну, меня это не пугало никак. Возможно, я видел пример своего друга, который переехал в Польшу, и это вызывало спокойствие. Понятное дело, что мне хочется, чтобы моя семья, например, была рядом со мной. Но я не испытываю прям сильного тоскования и негодования, что вот, моей мамы нету рядом там или еще что-то. И, наверное, во многом, благодаря тому, что я стал финансово свободным, это позволило мне чувствовать себя намного лучше. Ну, нет ничего опасного. Я вот, например, летя сюда на самолете, кстати говоря, первый раз полетал на самолете, потерял в самолете очки свои и стал просить людей, чтобы они помогли мне их найти. И я могу сказать, что в тысячу, в миллион раз люди в той же Европе намного доброжелательнее, намного приветливее, спокойнее. Они хотят помогать другим людям. И поэтому здесь я не увидел никаких негативных там эмоций. Все люди приветливые, все хотят помогать. И все открыто перед тобой. А еще есть вещь, которую я хочу сказать, и ты скажешь сейчас, прав я или нет, что если ты хочешь приехать в город больше, если ты хочешь переехать в другую страну, то желательно кое-что очень важное иметь с собой. И я имею в виду знания. Багаж знаний. Я так и подумал, что ты скажешь это слово. Потому что когда ты переезжаешь в другую страну без знаний и ищешь работу какую-то сомнительную уборщиком, строителем, не стройке, да. то у тебя появляется очень плохое окружение. Что нам нужно для того, чтобы переехать в другой город, в другую страну? Ну, обучиться чему-то, с чем ты будешь нужен за границей или хотя бы на фрилансе. Да. Да. Прав я в этом. Полноценно? Всецело? Потому что, я думаю, ты знаешь таких людей, и я знаю таких людей, которые там переезжают заниматься танцами в тропические страны, которые переезжают работать там, клубничку собирать в той же Польше и так далее. И спустя годы, спустя 5-10 лет возвращаются никем. Да? Это полностью правда. Живут ли в тебе до сих пор страхи о важности высшего образования? Ну, я думаю, ты видишь по моим эмоциям, что типа нет. Я никогда об этом не думал. Единственное, что я задумывался только о социализации. То есть, возможно, я упускаю этот момент в общении с другими, ну, типа сверстниками. Ты хочешь социализироваться или научиться общаться с людьми, с которыми у тебя практически нет общих интересов? Мне интересно общаться с теми людьми, у которых у меня есть общие интересы. Но в университете я не могу сказать, что я доучился только до третьего курса, но я не могу сказать, что я социализировался. Я считаю, что высшее образование в местах, которые стоят дешевле, чем 20 тысяч долларов в год, ты вряд ли получишь какие-то важные знания, которые позволят тебе зарабатывать больше, чем если ты обучишься чему-то в интернете. То есть, когда родители там что-то спрашивают... Ну, вот мне пишут ребята и говорят, можно ли бросать школу? Я говорю, школу ни в коем случае бросать нельзя. Ну, понятно. Это основа, познание. Ну, даже вот там после девятого. Я считаю, что нужно доучиваться до одиннадцатого. Можно ли бросать универ? Я считаю, что универ, если ты поступил, бросать нельзя до тех пор, пока у тебя просто не перестанет хватать времени на этот универ. То есть, когда у тебя уже просто из-за твоей основной деятельности не хватает времени на универ, ты можешь его бросить. То есть, ты занимаешься, ты знаешь, все, я вот на этом зарабатываю, у меня к этому лежит душа, я могу бросить универ. Как Билл Гейтс, как Стив Джобс. Они же бросили не просто там бросили универ, и у них стало все классно. Они бросили свои универы, потому что у них не было на это времени. Но при этом, когда родители гонят детей в какие-то высшие учебные заведения, где нет никакой ценности у них, которую они могли бы дать современному человеку, который готов учиться в онлайне. И, конечно же, это огромная потеря времени. Пять лет. Это просто пиздец. Мне даже за школу обидно, потому что я учился, блядь, там, где манипулировали, срывались на детях, особенности таких, как я, непослушных, из-за своих собственных жизненных проблем. Я тебе могу сказать, что у меня точно такая же ситуация была. Ну, я, типа, в школе был вовсе непослушным ребенком. Тоже срывал уроки постоянно. Это постоянно были разговоры с родителями. В период, когда я начал заниматься моушеном, когда начал общаться с более взрослыми людьми, вот эта моя токсичность по отношению к учителям, она на корню была исчерпана, и не стоит тех потраченных нервов, которые ты изливаешь на них. Поэтому 10-11 класс – это для меня лично было такое спокойствие, умиротворение и пофигизм к учебе, и учителям в том числе. Но проблема же какая? Проблема в том, что мы на уроках были неусидчивы. Я был неусидчив. Ну, так вот я об этом и говорю, что неусидчивых детей, как мы, воспринимают как тех, у кого ничего не получится в жизни. Белый урон. Получается абсолютно наоборот. То есть я, например, очень неусидчив был, и в 11-м классе я почти не ходил на уроки. У меня были спрошенные двойки. Но ты, например, скажешь, что у меня по русскому языку была двойка, читая мои посты? Нет. А по информатике у меня была тройка. По 12-бальной системе. Нет, ну информатика это вообще... Ну, это же смешно. Мне кажется, смешно обсуждать, потому что... Я считаю, что учиться обязательно, но учеба и хорошие оценки в школе – это не одно и то же. Согласен. То есть то, чем мы занимаемся, это не работа кассира, которой требуется усидчивость и сосредоточенность на рутине. Ну, нам же скучно было в школе, нам хотелось чего-то большего. И вот родители часто воспринимают это как то, что ребенок ни на что не годен, и у него ничего не получится в жизни. Этого быть не должно. Родители должны понимать, что если ребенок не усидчивый в школе, к нему нужен другой подход. Ребята, которые интересуются компьютерами, это не те, кто только в игры играют, а те, кто еще и может сначала играть в игры, а потом построить свою жизнь, жизнь родителей. Что посоветуешь родителям детей, которые очень увлечены компьютером и не могут сосредоточиться на школьной учебе? Этим родителям я посоветую прислушаться к своим детям и внимательно смотреть, во что они играют. Потому что если это онлайн-игры, которые бездумно тратят время их детей, тогда стоит задуматься о том, что их дети вообще делают. А если дети, например, играют в сюжетные игры, которые развивают их, то тогда я не вижу никакой причины к тому, чтобы бить тревогу и ругаться на таких детей. Хорошие игры — это та же Half-Life, Last of Us, Hogwarts Legacy. То есть это вот сюжетные игры, в которых много проработанных, детализированных локаций, интересная сюжетная линия. Я могу тебе сказать так, что у меня компьютер появился не так давно, в 12 лет. Ну, то есть нормальный компьютер, на котором можно играть. И я недостаточно, например, проходил сюжетных игр. И я понимаю, что это какой-то определенный такой недостаток во мне, который нужно восполнять, больше вдохновляться, больше играть в такие именно сюжетные игры, которые расширяют кругозор. И особенно вот ребятам, которые только начинают заниматься 3D-графикой, это суперсильно поможет. А можешь ли ты сравнить игры и книги? Любишь ты летать в фантазиях, читая книгу, либо ты действительно любишь участвовать в процессе и погружаться в этот мир, который для тебя создали, чтобы ты в него играл. А я ошибусь, если скажу, что игры не совсем развивают воображение, а скорее развивают насмотренность, вкус, ну, я имею в виду современные игры, и фантазию. Ну да, действительно, игры — это больше история про развитие твоей фантазии и просто насмотренность. Так что да, соглашусь. Когда ты играешь в игры, ты испытываешь эмоции от того, что ты как бы сам участвуешь в этом. В процессе. Да. А читая книгу, ты испытываешь эмоции от того, что ты представляешь как это. Да. Да. И я еще получаю сейчас удовольствие от красивой графики, от того, насколько хорошо реализованы механики. И это повышает мою планку понимания качества. То есть после того, как я поиграю в какие-то современные игры, я уже в работе не могу делать сильно хуже. То есть если я вижу, что мировая планка находится на таком уровне, мне тоже хочется стремиться работать на таком уровне. Таким образом я расту тоже. То есть способ держать себя в актуальном мире и смотреть на мир актуальным заглядом. Но это, как я тебе говорил в начале интервью, про то, что есть две касты людей, кто просто потребляет контент и смотрит его, и кто до глубины души проникается этим и хочет создавать точно такой же мир своими руками. Особенно заметь, что есть люди, которые живут в маленьких городах. Ну, взять того же меня. Ну, где ты можешь видеть, вот, например, как мы сейчас сидим на виде этой горы. Человек, например, сидит, и он видит лишь депо. Ну, как я видел. Я полжизни ходил в школу через депо. Вот где я могу, кроме как чтения книг, просмотра фильмов и игр, увидеть такие локации? Нигде. Поэтому куча, куча людей выбираются из трущоб и нищеты благодаря этому. Благодаря хорошему примеру. Благодаря хорошему примеру. Который в том числе присутствует в компьютерных играх. Да. И создается он людьми, в первую очередь, которые вдохновляются вот такими вот видами, потом передают это все зрителям, а зритель потребляет и решает, что с этим делать внутри себя. Это хорошо было сказано. Я смотрел YouTube, и однажды мне выпала реклама в мастерской Исаева. И сейчас, наверное, многие подумают, что мне выпала реклама как раз моушн-дизайна, но нет. Мне выпала реклама бесплатного мастер-класса по стоп-моушну. Я посмотрел раз, пропустил рекламу, потом она попалась мне еще раз. Я такой, блин, какие-то прикольные ребята. Я зашел на канал, посмотрел, и смотрю, чуваки выпускают курсы по моушну, по пост-обработке, по графическому дизайну. Нашел аккаунт в мастерской в Инстаграме, и я просто охуел. Ну, от качества работ на курсе по моушн 2.0. Я даже не представлял, что один человек, пройдя курс там за три месяца, может сделать такую работу. внутри себя я думал, что ну ладно, я сделаю работу хотя бы в 10 раз хуже, но хотя бы примерно такую работу сделать. Я думал, что это неправда, что мастерская... Кураторы делают работу. Ну, не то, что кураторы, но я не думал, что ребята за три месяца могут такому научиться, когда другие курсы предлагают обучение за год. там... И я решил побыть немножко Шерлоком Холмсом, пообщаться с другими ребятами, кто прошел курс. И, кстати, советую так же сделать, если вы, например, боитесь чего-то или у вас есть страх внутри и вы не понимаете, смогу я пройти этот курс или нет, можете написать мне или другим ребятам, пообщаться, поспрашивать какие-то вопросы. И я запомнил одного чувака, Витя. На тот момент он проходил курс в 14 лет. Я поспрашивал у Вити, Витя, как ты вообще, ну, как проходил, типа, вообще трудный курс или нетрудный? Он такой, ты нормальный? Нормальный аккуратный, нормальный, адекватный, типа, мне все очень нравится. Вот. Если будешь прилагать усилия, то обязательно пройдешь курс. Общение с этим парнем заставило меня поверить в себя, в свои силы. И я решился записаться на курс. И могу сказать, что после этого моя жизнь как раз-таки изменилась. Потому что, ну, я не мог представить себе, что вот сейчас приеду в Барселону, что я смогу увидеться, например, с тобой. Я не мог представить себе, что смогу, например, позволить переехать в Европу, хотя, ну, в моей семье нету таких возможностей. и здесь я живу за свои деньги. Сейчас у меня есть такая возможность жить здесь, думать и строить какие-то планы на будущее. Этого всего не было до того, как я стал заниматься моушн-дизайном и зарабатывать какие-то деньги на этом. Курс я заканчивал, когда поступил в хреновый техникум своего города. Я просил, молил родителей, чтобы они меня оттуда забрали, вернули хотя бы в школу, чтобы я просто продолжал в школе, закончил 10-11 класс и мог дальше переехать, куда я хочу. На курсе я пришел с полного нуля с единственной оговоркой, что у меня были знания в After Effects. Люди, которые смотрят уроки на ютубе от каких-то неизвестных чуваков и тебе дали, например, где-то там извне неправильный пейплайн, неправильный план работы, это будет сбивать тебя с толку при прохождении. Это вот как, знаешь, ты писал посты про людей, что приходят на курсы с какими-то уже, типа, для них знаниями и потом качают свои права насчет того, что они такие все крутые, а вы тут мне даете знания, которые мне не пригодятся. Ну, типа, это из этой стихии. То есть, я считаю, что даже лучше идти с полного нуля и погружаться в те знания, которые дает мастерская. После курса я продолжал общаться с ребятами, с которыми проходил курс по моушн-дизайну. Мы работали вместе с ними. Так продолжалось в целом набор моего опыта и так далее. И в один момент я познакомился с Егором, Егором Варсоцким. Егор на то время работал в студии и у меня было огромное желание тоже поработать в команде. Поэтому я попросил Егора отослать директору студии мои работы. И, как оказалось, им нужен был второй моушн-дизайнер. Они давно хотели пригласить меня поработать с ними, потому что работы было много и Егор не успевал закрывать все задачи. Итак, мы проработали с Егором около года в этой студии. Как раз таки работа в студии и на фрилансе продолжалась у меня в 10-11 классе. Я приносил с собой ноут, клал его вот так на стол, делал проекты, там, рендерил или еще что-нибудь. А касаемо переезда в Польшу, я хотел просто работать на фрилансе, развиваться, знакомиться с новыми людьми, путешествовать. И переехал я в Европу, поступив в техникум. Это не для галочки родителей или еще что-то. Это один из возможных вариантов легко переехать, получить визу в Европу. Ну и плюс все те посты про большой город и возможности. Те трансформации людей, которые вносят большой город в учеников, сподвигли и смотивировали переехать в другой большой город. Скажи, что думаешь о взрослых мужчинах, которые таким молодым пацанам, как ты, пишут в комментариях недостатки их работы? При этом сами имеют работы уровня ниже, чем твои. Воспринимаешь ли ты их всерьез или смотришь с жалостью на человека, который уже не сможет сделать какой-то решительный рывок в своей жизни? Я понимаю людей, например, подростков, которые хотят самоутвердиться за счет других, например, более успешных подростков и их сверстников. Потому что на своем пути я таких встречал, например, когда учился в техникуме, самоутверждение в таком возрасте я еще понимаю. Ну и понятно, на таких подростков я не обращаю внимания, а обращать уж тем более внимание на взрослого дядю, какой смысл в этом? Понятно, что в его жизни ничего не поменяется, а мне от этого ни горячо, ни холодно. Я нахожусь в такой среде мастерской, где все друг друга поддерживают, всех друг друга мотивируют. Понятно, что есть конкуренция и это хорошо. Это здравое явление, но прям людей, которые всячески бы отталкивали от желания заниматься моушн-дизайном или как-то грубили, ну, таких людей не встречал. Вот эти вот шутки ты говоришь в техникуме про то, что чем ты занимаешься моушн-дизайном? Ну, это типа шутки, типа что там за ролики делаешь и так далее. Как реагировать в таких ситуациях молодым пацанам? Забить, отвернуть голову, идти своим путем. Чем это шревато? Тем, что через время этот человек спросит у тебя, как записаться на курс. Ну, я тебе отвечаю, такие типа случаи были. Я типа никакой ненависти там к этим людям не несу, я наоборот подсказываю, направляю. Это круто. Я не вижу ничего плохого в том, что человек решил себя поменять. Я думаю, этот человек сделал для себя выводы. Это жизнь человека. То есть ты поддерживаешь такого человека, который передумал? Да. 15-летним пацанам, которые хотят на курс, которые хотят изменить свою жизнь, ты советуешь это делать или нет? ты советуешь, но с какими-то предостережениями? Это даже не предостережение, это совет заработать деньги самому и потратить их на курс. Не просить у родителей, потому что на тот момент, когда я записывался на курс, это были все деньги, которые заработал с фриланса на 2D. Я помню как с дрожащими руками типа такой, ну, это было сколько там, 200 200 баксов на тот момент. Я брал стандартный пакет и родители предлагали мне помочь с оплатой курса. Они поддерживали меня во всех начинаниях, за это огромное спасибо. И вот, если действительно есть вот внутри вот это желание, страсть к этому. Просто есть люди, например, которые смотрят там фильмы Marvel, им просто нравится анимация, а есть люди, которые смотрят это и представляют, что сейчас сидя у компьютера ты будешь делать эту анимацию сам и после этого увидят, например, пусть даже 100 человек эту анимацию и они напишут тебе блин, круто, круто получилось, типа крутой рендер. Вот если есть такое чувство внутри, тогда можно смело идти на курс, записываться и продолжать этим заниматься долгое время. Просто у нас часто бывает на курсе такое, что ребята, ну, родители чьи-то пишут, типа, со скелет берут, и я говорю, типа, нас на курс нельзя записывать, то есть можно ребенку скинуть наш инстаграм, если когда-то он скажет, типа, хочу на курс, то можно ему оплатить, но, типа, записывать нельзя, потому что ребенок просто не пройдет и, блядь, эта травма будет. В конце интервью хочу сказать всем пока, желаю найти свое призвание, подписывайтесь на Антона, на всю команду, которая делала со мной ролики над Xiaomi, записывайтесь на курсы. Я надеюсь, что вам понравилось это интервью, я не так сильно давил на Яна, чтобы он адекватно отвечал. Я вначале всегда немножко прижимаю, ребят, чтобы потом все остальные вопросы им казались очень легкими, работает это? Работает. Короче, всем пока, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь сюда и хочу сказать очень важную вещь. На следующих роликах мы будем давать скидки ученикам, то есть, например, есть промокод, который можно применить 10 раз и если вы хотите получить курс со скидкой, включайте колокольчик, нажимайте подписаться, будете получать уведомления первые и смотреть ролики, внимательно искать промокод и тот, кто найдет промокод, сможет его применить и купить курс намного дешевле. Такие дела. Всем пока. Делайте пиздато.